Великой Айчиной оккупанты створили у Старым Довску лагерь для военно-полонных. Улютам 43-го партизаны ликвидовали немецких вортовников и вызвалили червонармейцев, а вот самим вязковцам шансовало меньше. Так само мое принциповое значение во всех историчных кореницах сейчас называется иншая личба. 16 загинувших. Инициатор открытия помника теперь москвич, а некий же Харвёвский Валерий Дроздов расслабляет причину. Я познакомился с архивами здесь, в Гомельском архиве. Здесь, пожалуйста, дали, показали, дали, да, 39 человек, всё подписано, печать стоит, всё, так сказать, там ни одним человеком подтверждено по акту. Когда мы сделали запрос, ну там не было даты расстрела. И когда мы запросили дату запроса центрального архива города Минска, те вообще прислали мифологию, даже не поинтересовались. Мы предупредили, что существуют официальные документы, такие-то, такие-то, они даже не поинтересовались. Взяли мифологию какого-то профессора, что он считает, что здесь расстреляли столько-то. Пяти тонны камень памяти у Старой Довского усталевали коля дороги. Память с болем у сердца. У 1943-м 39 белорусов, дети, женщины, старые же Харвёвский Старый Довск были расстреляны немецкими захопниками. Шильда с такими словами теперь будет взгадывать об трагедии вёски. Сюда будут приносить венки и кветки, причем не только подчас официальных святов. Не глядите на то, что со дня трагедии прошло уже 75 годов, увез ты об её память, то есть, мечтым у Рогачевском райваконкаме, не выключаясь мощимости открытия на территории района новых помнеков, присвеченных падением Великой Отчины, во вселякому выпадку пошуковая работа протягивается. Краеведческая работа у нас в районе, я считаю, ведется на должном уровне. Очень хорошо она поставлена в музее краизнавства нашего отдела образования, также в музее народной славы. Мы очень тесно сотрудничаем с 52-м поисковым батальоном, к которому подключились уже и энтузиасты из города Пензы. И вот буквально на днях мы будем передавать останки погибших бойцов родственникам из Пензы. Олег Сентеров, Юргин Макеенко, телерадио компания «Гомель» из Рогачевского района.